Жарду! Мой меч! Голова Орк... Приветствую вас, жители Азерота и прочие смертные. Сегодня я бы хотел поговорить о такой игре, как World of Warcraft, если быть точнее, о его последнем дополнении, которое подходит к концу. Легиону. Я снимаю ролики давненько уже по этой игре, и вы видите, далеко не конечный прогресс, скажем так. Достаточно старые ролики, кстати говоря. Но на самом деле я уже завершил Анторус, вот буквально несколько часов назад. Прошел цепочку в Силитусе. Ну и ударение, конечно. Не знал, что не Силитус, а Силитус. Но не суть важна. В общем, я прошел наконец-таки. Я думаю, что это, в принципе, логичный конец. Вполне логичное завершение. Ну, не совсем, конечно, но тем не менее. Я хотел бы высказать мнение свое по поводу этого дополнения в целом, по поводу сюжета, возможно, немножко по геймплею сказать, и свои впечатления. Этот ролик будет отдельно от всей серии по Вовке. Естественно, все, что я прошел и записал, будет, если не затеряется каким-то образом. Поэтому ожидайте, постараюсь как можно быстрее выложить все серии. Хотя я не знаю, как можно выложить очень быстро все серии, снятые на несколько десятков часов. Окей, приступим. Дополнение Легион началось с такого припатча, и по всему Азероту стали появляться точки вторжения, где надо было отбиваться от войск Легиона. Было забавно на самом деле и прикольно придумано. Дальше нас ожидало сюжетное вторжение на расколотые берега. И... да, какой-то дух того, что мы пытаемся пробиться, создавался. Но тем не менее, глупый слив как минимум двух персонажей глупейший. Это Тирион и Вариан. Если действия Вариана можно как-то оправдать, то вот с Тирионом большой вопрос, что его так легко и глупо слили. До сих пор идут споры о том, кто прав, а кто не прав в данной ситуации, что вот Орда взяла и кинула Альянс, а потом Альянс был вынужден отступать, поэтому Орда плохие, Орда сосад и так далее. Лично мое мнение, здесь нет правых, это война и бывают потери, и в первую очередь думают о своем народе, как минимум, а не о том, что вот там где-то в километре от тебя сражается абсолютно вражеская тебе фракция, и как бы у тебя дождь, вождь, у тебя вождь дохнет, так что нет, нет дела до того, что у вас там все плоховато. Другое дело, что они не отправили хоть какую-то весточку, хотя, блин, они же дунули в рог, естественно, они отправили весточку. Альянс это увидел, и с чего-то предательством. Как по мне, это странно, они не видели того, что творилось наверху, они не держали, не помогали, они просто пробивались в лоб, прямо к Гул'дану. Ну, в общем-то, им пришлось отступить. Ну, а дальше Вариан совершает героический прыжок на сквернобота, уничтожает его одним ударом, а дальше его мочат миньоны качки-демоны. Ну, а затем беднягу накачивает скверной, и это... на это без слез, конечно, смотреть нельзя. Смелый поступок Вариана, заслуживает уважения, вообще, довольно хороший персонаж, с точки зрения Уорра, он много шел на компромиссы, реально, с Ордой, особенно в Пандарии, когда Горош на всю голову был вошибленный. Он дал, так сказать, Орде шанс. Ну, возможно, это тоже сыграло на руку. Но это все фигня. Несмотря на то, что миру грозит глобальная опасность, все-таки продолжались стычки между Ордой и Альянсом, а конкретно в большинстве случаев это были воргины Ксидогрива и отрекшиеся Сильваны. В основном я видел только их, а так у всех более-менее мозги были на месте. Ну да, еще Джайна куда-то свалила, я вспомнил. И ее вопрос судьбы, так сказать, остается до сих пор открытым. Где она сейчас находится, где обитает, что делает, чем занимается. Ну, не могли же такого персонажа просто взять и выпилить. Хотя да, Батуфу Азерот. Там и уж она появится, это точно, однозначно, тем более в ролике показывали. Будем ждать, каких поворотов сюжетных она наплевет. Ну, уж точно подвяжет Альянс к войне с Ордой. Ну, а после вторжения у нас начинается кампания на Расколотых Островах. Пять локаций, довольно объемных, красивых и очень интересных. Порой даже там были прикольные квесты. Но о квестах позже. Конечно же, в первую очередь нам достается возможность добыть артефактное оружие. Это особенность такая, этого дополнения. Это оружие можно прокачивать, добывая специальные токены, которые дают силу артефакта. Изначально вы ее получаете в очень маленьких размерах, но со временем вы можете прокачать специальный навык у себя в оплоте, чтобы можно было добывать больше этой силы артефактов. В стиле артефактов можно прокачивать его особенности, улучшая ваши навыки, добавляя какие-то пассивные статы, например, криты и так далее. И многое другое. Это было довольно интересно до того, как ты, наконец, качал последнюю особенность, и она просто бесконечно прокачиваемая. В дальнейшем, конечно, расширили слегка кач этого артефактного оружия, ввели специальную кузницу на аргусе, на корабле. На Виндикаре можно было прокачать три специальные сферки, которые вы могли вставлять в артефакт. Для них также небольшая такая ветка была, и вы должны были выбрать одно из двух направлений, свет или тьму. Тоже довольно забавная вещь. Причем, чтобы качать особенности этих сферок, вы должны были качать свой артефакт. В целом, считаю, довольно прикольно эту систему. Впрочем, она довольно наскучивает, когда тебе надо качать миллиарды силы артефактов, а на целый уровень ты буквально день или два затрачиваешь. Если бы не такой бессмысленный фарм, то это было бы круче. В остальном же хорошая вещь, неплохая практика, но, к сожалению, после этого дополнения это оружие будет выпилено. Вопрос в том, те, кто вот заново надумает пройти цепочку легиона, у них будет ли возможность заполучить эти артефакты, хотя бы просто сюжетно посмотреть, потому что лично я еще не видел очень многих классов, те же ролики, как происходит добыча, какой там сюжет, а мне бы очень хотелось на это взглянуть. В любом случае, по крайней мере, наши артефакты лишат их вот этой силы, вместо этого теперь будет Азерит. Но это мы уже узнаем более подробно, когда выйдет Battle of Azeroth, или For Azeroth, я забываю, вечно. Помимо этого, я упомянул оплот. Это такая особенность, схожая с гарнизоном из Дренора, но суть в том, что вы также тут посылаете своих соратников на задания. Соратников надо получать по ходу выполнения разных квестов, их нельзя вот просто взять, найти или нанять в таверне. И самое печальное, вы можете только ограниченное количество соратников одновременно использовать. Помимо этого, вы можете исследовать разные штуки в том же оплоте. Например, увеличить количество ваших соратников на единичку. Эх, да, они не соратники, а защитники называются. Помимо этого, каждый защитник имеет свои ключевые особенности, помогающие им как выполнение их квестов в оплоте, так и дающие возможность сопровождать вас в качестве спутников. Они могут драться, могут просто какие-то способности применять. Ну, в общем, толк от них есть. Я немножко играл, и это реально профит. Единственное, что они ходят с вами только по расклотым островам и нигде больше. То есть, если вы уйдете на Аргус, вы этого соратника не увидите. Задание оплота позволяет вам копить голду, силу артефактов, разные материалы, репутацию и многое другое. Все новые типы заданий появляются со временем, с прохождением сюжета. Это самое главное. Изначально у вас будут довольно скудные, малозначимые задания, которые не так долго выполняются, но награда от них очень-очень мизерная. И, разумеется, ваших защитников надо также прокачивать. У них есть уровень, у них есть уровень экипировки. Изначально он прокачивается до 900 уровня, затем на Аргусе можно докачивать до 950 и так далее. Но к этому мы еще вернемся. Что дальше? По сюжету вам предлагают посетить одну из четырех локаций. То есть, вы можете проходить сюжетные ветки в каждой из пяти локаций в любом порядке, кроме последней. Это Расколотый берег. То есть, вам дают одну из четырех локаций на выбор. Выбираете, идете туда и решаете там проблемы. Это все неплохо, это все хорошо, это круто. Самое главное, там появилась система скалирования. Следовательно, все мобы, они подстраиваются под ваш уровень текущий. Соответственно, у них растет хп, урон и многое другое. Аналогично шматье падает под ваш уровень тоже. И за квесты дается так же. Довольно прикольная система, которую теперь распространили почти на весь World of Warcraft. Это работает и в начальных локах, и в локах дополнения. Единственное, что, конечно, вы не можете все уровни качать в одной локе. Ну и это правильно, в принципе, чтобы игрок не торчал вечно в одной локации. Но ему хватало вполне себе времени, чтобы завершить определенную крутую цепочку квестов. Этим определенно я воспользуюсь, если буду вдруг заново играть за какого-то персонажа, но в той локации, которая мне реально интересна. За эту особенность однозначно огромный респект Близзам придумано очень хорошо. Плюс теперь так же и подземелья будут скалироваться под это, и это еще лучше. В общем, круто. Можно будет вообще все пощупать и не бояться, что у тебя слишком быстро вырастет уровень, и ты не сможешь побывать там или здесь. То есть, ну, когда у вас слишком высокий уровень, вы выполняете квесты, не получая за это никакой нормальной награды, как-то на душе печально становится. Ну, вы понимаете. Поэтому я считаю это очень правильным и логичным решением. В целом, как я уже упомянул, локации очень красивые, проработанные, даже интересные. Но проблема в том, что вы решаете локальные проблемы этих локаций, не затрагивая легион. Влияние его там почти не видно. Почти. Бывают очень редкие эпизоды, когда вот легион как-то создает проблему там, и вы должны ее решить. И все. По сути, это бывает где-то концом сюжета в этой локации. В остальном же вы просто изучаете лор этой местности, персонажей, большинство которых просто в дальнейшем не появляется. Да, в это интересно играть, это увлекательно, это прикольно, много интересных особенностей есть. Но тем не менее, самая большая проблема этого дополнения, считаю, в том, что легион недостаточно хорошо показал свою мощь и желание завоевать Азерот. Ну, они один раз вторглись по точкам вторжения, потом вторглись через гробницу, обосновались на расколотом берегу. И все. После этого, пока ты туда не дойдешь, даже до Сурамара пока не дойдешь, ты не узнаешь, что задумал легион. Что они делают? Почему они, по сути, спят и чего-то выжидают, когда они должны по полной бороздить границы Азерота? Захватывать все? Бить изнутри? Почему все действие сконцентрировано только на расколотых островах? Почему не по всему Азероту? Это тоже оставляет огромные вопросы, и по мне так это очень большая сюжетная дыра. А ведь дополнение посвящено как раз вторжению легиона и самому пылающему легиону. В остальном же у меня по локациям претензий нет. После того, как вы сделаете все четыре локации, вам откроется доступ к пятой. Я ранее сказал, что всего пять, я слегка ошибся, там шесть локаций. Пятая это Сурамара, а вот шестая это расколотый берег. Сурамар вы сразу пойти не можете, там требуется 110 уровень. Соответственно, до того, как вы получите этот уровень, вы не сможете туда пойти и элементарно даже качаться или выполнять квесты. Но сразу, как вы получаете этот уровень, вас туда приглашают, появляются у меня квестов. Во-первых, дается квест, который позволит вам открыть локальные задания. Это тоже очень классная штука для фарма. Как по мне, я какое-то время не играл в Вовку, после того, как закончил с четырьмя зонами. Затем вернулся к локальным заданиям и очень быстро смог себе нафармить высоколевельные шмотки. Но по мне, конечно, это очень жирно там падает. Причем задания порой будут крайне простые, а награда крайне высокая. Будет задание крайне сложное, но награда крайне низкая. Мне кажется, единственная проблема локальных заданий – это баланс награды и сложности. По мне, так чем сложнее, тем лучше награда должна быть, а не наоборот. В большинстве случаев бывает именно так, что очень легкое задание и очень хорошая награда. По ходу игры вам будет открываться все больше и больше новых типов локальных заданий. Помимо этого, бывают локальные задания, связанные с профессией. Помимо этого, для каждой профессии разработана теперь цепочка квестов, которую можно выполнять для того, чтобы вы могли изучить разные рецепты. Я так ее и не сделал, потому что по мне очень скучно идти и искать какой-то необходимый ингредиент, потому что ты хрен его выбьешь и, ну, в общем-то в этом есть очень хорошая сторона, но я не стал это затрагивать, поэтому, скажем так, я сейчас в этом вопросе не объективен. Поэтому просто промолчу. Скажу, что лишь это довольно хорошее изменение, так сказать, погрузить в процесс этой профессии то или иной игрока, причем на каждую профессию теперь есть квестовая цепочка. В том числе даже на мою любимую кулинарию. Я вот даже кулинарию и то почти что я ее добил, но не до конца. Хотя квестиков там мало и хотелось бы их побольше. У меня много квестов сейчас висят, которые я не сделал, связанных с профессиями. Да и мне лень, честно говоря, я думаю их отменить, забить на это дело. Или просто за кадром сделать, не знаю. По сути, все квесты сводятся к тому там, не знаю. Вот ты нашел какую-то записку и какой-то безумец на другом краю островов, ты должен прийти к нему, подлечить его. Или же там, не знаю. Вот, нашел супершкурку, лети, Даларан, покажи ее своему учителю. Вау, ты нашел супершкурку, теперь я тебе расскажу, как лучше снимать эти шкурки. Круто, да? Вот, в общем-то, по сути, это все, что я увидел в этих заданиях. Больше разнообразия, как по мне, надо было добавить в это, чтобы, допустим, ты именно ходил, например, с учителем, искал нужных животных. Он реально бы учил тебя охоте, снятию шкур, кожевничеству и многому другому. Я не знаю, как у остальных профессий, я пробовал только снятие шкур и кожевничеству, как вы поняли. Особенно скучной мне показалась археология, я пытался начать ее выполнять. И суть в том, что ты просто ходишь и очень долго копаешь, 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 потом возвращаешься и опять копаешь, 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 а потом возвращаешься и снова копаешь, копаешь, копаешь. В общем, по мне это дико, дико скучно. Могли бы сделать все-таки получше. Ну, наверное, археология как была, правда, скучная, так и осталась. Правда, когда я впервые освоил археологию, у меня был какой-то шарм делать ее, качать ее, исследовать что-то. Но это еще было во времена Пандарии. В остальном же у меня как-то нет желания заниматься археологией. Но это что касалось профессий. В общем, перейдем непосредственно к Сурамару. Это пятая зона, и вот только здесь, под конец, начинаются, наконец, события, связанные с самим Пылающим Легионом. Изначально это такая довольно забытая зона, можно сказать. Придя в нее, вы увидите кучу зомбиков и худощавых, уродливых эльфов, которые называют себя ночнорожденными. Сурамар — это такая огромная столица, можно сказать, ночнорожденных, где они проживают. И там случились некоторые события, связанные с Легионом, из-за чего, в общем-то, им пришлось пойти на сделку с Легионом. Многие недовольны, но сидят как рабы. В общем, это напоминает ситуацию в одной стране, только там несколько иные условия. Но это совсем другая история, не будем об этом. Я прям точно не помню, что было в Сурамаре, я давно играл, но суть в том, что мы встречаемся с одной чародейкой Талисрой. И она в дальнейшем будет являться одной из тех, кто возглавит восстание против Сурамара. После того, как мы восстановим ей чувство, приведем ее в чувство, нам придется собирать новых друзей. Давненько там уже, так сказать, строятся заговоры, попытки начать восстание и революцию, возможно, и выгнать текущую королеву, которая сейчас там заправляет всем и творит черти что на руку с Легионом. Появляется несколько ключевых персонажей, которые становятся нам помощниками, и новая особенность древняя мана. Дело в том, что вот эти худощавые ночнорожденные называют себя иссохшими. Почему они иссохшие? Потому что они потеряли свой главный источник магии, и бежить без него не могут, и, так сказать, усыхают без маны. Поэтому их постоянно нужно кормить этой древней маной, чтобы они элементарно могли с вами заговорить, иначе просто квесты вы не выполните. В дальнейшем у вас появится возможность приручить иссохших. Это уже даже скорее те, кто потерял рассудок, и их в чувства никак не привести. Но зато с помощью некоторых трюков Талисра умеет управлять армиями иссохших, и мы используем это, чтобы решать некоторые проблемки непосредственно в Сурамаре. В основном сюжет будет базироваться, сконцентрирован именно в столице. Там, если присмотреться, много стражей ходит, которые не доверяют никому. Ну и там еще имеется бывающий легион. На фоне даже какие-то стычки происходят. В остальном же народу очень-очень плохо, ему не дают мана-вина. Это такой напиточек, считайте аналог древней маны, благодаря которому ночнорожденные не высыхают, и не становятся худощавыми, костлявыми трупами ходячими. Со временем открывается, наконец-таки, глобальная ветка, которая нас подводит к тому, что, наконец, мы понимаем, какого черта тут у стен Сурамара стоят, Леодрин, Тиранда и куча войск. Суть в том, что мы, наконец, вырастим свое древо, которое мы нашли в специальном убежище, как ни странно. Оно дает специальные плоды, которые избавляют от этого проклятия, магического зависимости и возвращают прежнюю красивую, в кавычках, форму эльфа. Но, по мне, так ночнорожденные все равно выглядят как уроды. Не знаю, мне вот прям противно от их одного вида. Видимо, это их высокомерность и подчеркивает. Ну а дальше что там происходит? Всякие конфликты, смерти, стычки. В конце концов, это назревает в осаду, и мы сжимаем Сурамар в кольцо, где королева Элисандра, не помню сейчас, как точно ее звали, посылает нас нафиг, создает какую-то супер временную бомбу, которая всех останавливает, и мы ничего с ней не можем поделать. Вот так вот. Ну, естественно, нас спасает Кадгар. Мы разлил, руливаем ситуацию, находим первый нормальный, полноценный рейд. Ну, до этого, правда, тоже были рейды, но тем не менее. Именно Сурамар мы находим. И дальше там продолжаем вторжение, где хозяину принесли покушать. Ох, ну и орал же я с этого, конечно. И продвигаемся по всему дворцу. В конце концов, мы встречаем Элисандру и набиваем ей морду, как следует. Разумеется, она использует свою магию из источника, который имеется там. Но именно этот источник, грубо говоря, привел ночнорожденных к тому, что мы имеем сейчас. И, насколько я помню, они решают от него избавиться или не трогать его, оставить как есть. Но, в общем, больше не связываться с ним. И, наконец, на крыше нас ожидает, как ни странно, Гоудан, который изначально, если вы играли за охотников на демонов, там была цепочка сюжетная в начале, где нам показывают, что стало солиданом. Так вот, Гоудан забрал из казематов стражей тело Элидана и пытается его воскресить с помощью вот этого самого источника магии и прочей фигни, которую там еще успели насобирать. Как ни странно, Гоудан пал, мы его победили. Выглядел он, конечно, красиво в форме гигантского оранжевого качка, но, к сожалению, он потерпел поражение. И, как иронично, что Элидан выдернул из его темной головы черепушку. Наверное, это было очень больно. Ну, а дальше такой Элидан говорит, ребят, вы видели все, что видел я, поэтому вы знаете, что делать, я вам не враг. Погнали на расколотый берег. Ну, а дальше уже выходит патч, открывающий этот самый берег, и начинается наше вторжение там. Мы пытаемся обосноваться, локация, по мне, гораздо меньше будет, чем тот же Сурамар и 4 предыдущие. Квестов там немного, штук 15-20 сюжетных. В основном они базируются на рейдовых особенностях, то есть нам предлагается пройти данж, связанный с берегом, и рейд. По сути, там уже происходит полномасштабное вторжение, сопротивление, война с легионом. Вот там, наконец-таки, появляются войска легиона полноценно. Но, к сожалению, дальше, чем оттуда, они не уходят. Да, иногда они нападают на одну из четырех первых зон, которую я до этого упомянул. Это аналог вторжения в Азерот, который был в припатче. И суть в том, что вы можете прилететь в ту зону, которую сейчас осаждают, и защищать ее. Вам дается та же сюжетная цепочка. Вы ее выполняете и получаете некоторую награду. Конечно, по сути, концовка очень линейная. Когда вы прилетаете на корабль легиона, подчеркиваю, корабль полноценный, вот такой огромный флагман, вы прилетаете туда, мощьте босса, и корабль просто нафиг взрывается. Вот это мне непонятно. Имея в распоряжении такую огромную мощь, легион не способен захватить вот этот несчастный Азерот, который далеко-далеко за долгие годы находится под технологиям от самого легиона. Отстает, грубо говоря. Я вот тоже этого не понимаю. Почему легион просто не отправит туда всю свою мощь, не захватит чертов Азерот, раз он ему так нужен, и, наконец, покончится всеми проблемами, которые возникли в голове у Саргераса. Но это уже совсем другая история. Конкретно чего-то интересного по мне там не произошло на расколотном берегу. Да, пару раз пошутили в сторону друг друга Маев или Данда, там появляется Маев, которая тоже помогает нам. Да и всё, в принципе. Рейд. Рейд как рейд. Там мы находим Килджедана. Велин ведёт себя как мудак какой-то. Его легко заагрить, он сразу врубает школьника. По мне так это очень странно по отношению к этому персонажу. Сделано нелогично как-то. Как-то он тут резко так реагирует. И по ходу игры он и дальше будет так непонятно реагировать. И бомбить очень сильно. Но, естественно, как вы поняли, этот рейд заканчивается Килджеданом. Вроде бы это такой могучий владыка, который просто должен всех ваншотать. И 25 тел должно было быть ему явно. Я мало, чтобы его убить. Как ни странно, мы его одолели. По мне рейд получился довольно скучным в целом. Хотя были интересные моменты и механики там. Но сам Килджедан как минимум получился очень слабеньким, как по мне. Хотя мы на нём вайпались. И говорят, что это очень сложный босс был. По крайней мере в то время, когда я пытался его пройти. Люди буквально не могли даже в Волфейре его толком нормально пройти. Без вайпов или без кучи вайпов. Да, у него... Это единственный босс, наверное, который имеет несколько таких полноценных фаз. Более-менее нормальных, интересных. Но сам босс слабый. Я считаю, что слишком просто Килджедан был слит Близзардами. До этого Архимонда слили, теперь слили Килджедана. Но на этом, естественно, не заканчивается список персонажей, который помрёт. Кстати, насколько я помню, в Сурамаре был Вариматас, кажется. Или где-то. Ну, до этого был, короче, Вариматас. И в дальнейшем его воскресят вновь в этом же дополнении. Поправьте меня, если я ошибся. Но суть в том, что его так или иначе воскресят. И Вариматас опять будет как босс очередного рейда. В общем-то, мне больше нечего сказать про Сколотом берегам. Да, там вводится такая вещь, как возможность грейдить, точнее, вкладываться в некоторые строения на этих островах. Вот, то бишь, есть три изначально здания доступных. Вы можете выбрать, в какое здание вложить ресурсы. И когда оно будет готово, оно даёт вам определённые бонусы, когда вы находитесь на Расковатых островах. Проблема в том, что эти здания вечно не живут и их, типа, уничтожают. На самом деле, если присмотреться, пыляется там в это здание всего один-два нетопыря. Вообще всем пофиг. Поэтому он, естественно, и сгорает за несколько часов, потому что так халтурно относится к своим строениям. Вот. Но системка, конечно, прикольная. Там не только вы вкладываетесь, но и другие игроки в это дело вкладываются. И после здания бывает готово. За то, что вы вложились, вам ещё и силу артефакта набрасывают. В общем, с этого есть польза. Проблема в том, что эти ресурсы специальные, они специально под Расковатый берег сделаны. Их очень мало и довольно непросто добыть. Кстати, после этого открываются дополнительные задания в Аплоте для защитников. И каждую неделю специальные три, так сказать, рейдовых задания открываются. Которые надо делать минимум три дня. Вот это, что самое главное выбешивает. Три задания на силу артефакта, на ресурсы этой кампании и ещё чего-то. В остальном мне нечего сказать по поводу самих Расковатых берегов. Ну, там, естественно, также будут открыты локальные задания, которые можно выполнять. Само по себе прохождение довольно скучное. Много заданий, где надо искать и фармить дико. Хотя я справился довольно быстро. После всего этого нас, наконец, приносят неожиданно на Аргус. Готовится полноценный корабль у Тренеев. О, шок. А почему до этого вы не воспользовались, мать его, корабликом каким-нибудь? И просто не расколбасили к чертям расколотый берег? А? Почему вы до сих пор армаду какую-то не построили элементарно? Один корабль. Помимо этого, в конце расколотого берега, после того, как мы защищаем гробницу, убиваем Киуджедена, мы получаем ключ саргеритовый, который позволяет открывать порталы в миры легиона. Естественно, или дан такой, открой-ка я портал в Аргус. Портал, причем, таких размеров, что его видно с любой точки планеты. Непонятно, почему это не вызвало какие-либо физические катаклизмы из-за притяжения. Ну, это уже портал, это нормально, но по мне так это нелогично, впрочем, и много чего тут тоже нелогично. Как-то легко, слишком слился легион, потеряли очень значимых персонажей, включая Киуджедена, включая Гулдана, каким бы он мелким шавкой не был. Но, тем не менее, это очень важный персонаж. Их просто слили на свалку, и всё. По сути, можно сказать, вторжение легиона с треском провалилось. Его толком-то и не было. Если бы легион более активно высылал свои войска, давил бы со всех сторон, и, наконец-таки, его хоть где-то сломил, хоть какую-то точку, то было бы круто. Помимо этого, в Батуфов Азерот открываются ведь две новые локации, два новых континента. И странно, что легион не воспользовался тем, чтобы захватить их ранее. Но, я так предполагаю, мы вряд ли следы легиона там найдём, когда будем играть. Так что, это как минимум странно. Помимо этого, имеется куча других локаций, в которых, я уверен, защита не такая хорошая, как на Расколотых островах. Так почему же вы туда не вторглись? У вас есть, в конце концов, огромная боевая мощь, корабли. Гигантские корабли, куча войск, армии, порталы. Вы бесконечной мощью реально обладаете. В отличие от жителей Азерота. Так почему вы им какой-то шанс, что ли, давали выживать, чтобы в итоге вас слили? Да, их, конечно же, слили, но об этом позже. В общем, непонятно. Во мне, легион показали здесь самые слабые его стороны. Как будто это просто ничтожная армия, умеющая исключительно понтоваться. Итак, Аргус. На специальном корабле, построенном дренеями, называемом Виндикар, мы сначала отправляемся, естественно, на стартовую локу дренеев, а потом уже непосредственно погружаемся в корабль, на котором мы летим через данный портал прямиком на Аргус. Космос, красота, все дела, а также локации Аргуса, конечно, словами не описать. Две ужасные, скучные и слабенькие локации. Ну, там легион орудует, понятное дело, все темное, мрачное и зеленое должно быть, но, тем не менее, мне кажется, деталей там могло быть и побольше. А вот третья локация, не помню, как она называлась, вспомнил, как называется, Каракон, Пустоша Анторуса и Макари. Вот третья локация Макари. Она сделана крайне красиво, интересно, это такой огромный кусок глыбы, который летает в космосе. Ну, потому что Аргус, сами понимаете, разрушен, там орудует легион, и он вполне, естественно, так и выглядит. На фоне мы видим Азерот, гигантский, огромный шар, который еще, естественно, свет от своей атмосферы излучает. В общем, выглядит, конечно, эта зона очень вкусная и заманчивая. Квестики, конечно, меня там разочаровали. Встретил легион, по мне, так нас как-то очень тепло. Ну, то есть, никак. Мы просто зашли, захватили Крокуон, и все. Легиона, считайте, нет. Затем мы пришли в Макари, в Пустоши Анторуса. Ну, на Пустошах там, конечно, войнушка шла. И мы толком не продвигались, что странно по сюжету. Ну, то есть, там дали пару квестов, но, по сути, не видно, чтобы войска куда-то выходили, с кем-то дрались. На Крокуоне же там постоянно, ты видишь, драчки между теми же Дренеями, которые там проживали по сей день, и демонами. А Макари же интересна зона тем, что, по сути, это такой оплот, где Дренеи обучались искусством магии и многому другому. Можно заметить разные интересные механизмы умные и многое-многое другое. В остальном же, на Крокуоне, Макари, Пустошах Анторуса мне ничего не запомнилось. Ну, разве что Макари там были более такие интересные, по разнообразнее задания. В Крокуоне же всё очень скучно. Ну, из ключевых персонажей на Крокуоне мы находим Аллерию и Туральона, безумца, который позволяет себе поднять меч на Иллидана. И я не понимаю, почему это не сочли за какое-то предательство, не избили его. Да, конечно, Иллидан уничтожил Зеру, но по мне так он это сделал очень заслуженно. Она пыталась насильно его обратить в свет. А это, по сути, ничем не отличается от тьмы. Так что Иллидан сделал очень грамотный и правильный ход, правильный выбор. Сказал, что я не собираюсь принимать судьбу какого-то светловолосого Андуина, поэтому отвали-ка ты от меня, детка, по-хорошему, пока я тебе не порноу своими зелёными лазерами. Ну, она, естественно, не слушает его, наглеет и получает заслуженных, ну, выполнили чего. После чего Туральон сходит с ума и ты такой... Ты погубил нас, предатель! Благо, потом он образумивается и успокаивается хотя бы, хоть что-то. Дальше какая-то тупая сопливая сценка, где... О, сыдочек, да, что Туральон, Алерий, как мы рады тебя видеть, а? Ну, ладно, прощай, мы пошли дальше по своим делам. Ок, да. Вопрос, конечно, остаётся в том, как они двое там оказались. Здесь понятия не имею, не представляю, не понимаю. Возможно, в истории Варика был какой-то сюжетный поворот, где они, в общем-то, переместились. Поэтому буду благодарен вам, если вы скажете, возможно, какой-то квест, который был в игре. В общем, почему они там оказались? Это нигде не объяснено. Или где-то объяснено, где я этого не видел. В любом случае, даже по ходу вторжения, никакого объяснения, как они там оказались, они не дают. Это ещё одна, по мне, сюжетная дыра. Очень серьёзная, с учётом того, какие всё-таки значимы эти персонажи. Да, мы ещё на островах какое-то послание получаем, но не более того. По ходу нашей игры нам надо собрать три куска спецкороны. Один кусок имеется у Велена, два остальных надо собрать на Макаре. Один через квест у Архимонда, другой через Данж. Где мы встречаемся с эфириалами, которые подвержены бездне. И многих существ, в том числе и сломленных, которые также подвержены влиянию этой бездны. Да, кстати говоря, там можно увидеть проекцию Архимонда. Вообще, там очень много проекций. В Макаре имеется духов и прочего. Архимонда, если что, ещё не в той форме, которая он, по сути, сейчас. То есть, обычный такой могущественный дреней. Собрав все три части этой спецкороны, наш кораблик превращается, точнее, покрывается золотом. И, в принципе, это все отличия, после которых мы, наконец, можем идти и штурмовать Анторус. Пылающий трон. Это рейд, который едва недавно открылся, буквально пару месяцев назад, можно сказать. И я не то, что бы сказал, что от него разочарован, но не в восторге. По сути, там нам показывают последние силы Пылающего Легиона, самых лучших, самых мощных и разъярённых бойцов, инженеров и многих других. Которые просто-напросто сливаются, как не знаю кто, как лошки. Хотя, конечно, могли сделать это и лучше. В конце мы встречаемся с Агромаром и с Аргусом, душой Титана, которую Саргерас немедленно материализует. А сам он в это время валит, как крыса, в Азерот, чтобы вонзить туда свой огромный пеструн. Меч, то бишь. К сожалению, слишком просто по мне далась смерть Агромара и Аргуса. Да, там был забавный момент, что сюжетно нас, типа, убивают, но только... В них ещё есть капля жизни. Давайте их хрестим. Герои, сражайтесь. Давайте, давайте, вперёд. Титаны показали себя по мне огромными сраными ничтожествами, которые ничего не делали, пока мы не пришли. И даже спасибо в конце не сказали. Тупо проваливайте отсюда. Вы нам больше не нужны. И, естественно, Саргераса дают на нас съедение Иллидана. И, то бишь, сливая нам сразу двух очень важных персонажей. Ладно, Иллидана, может, ещё не слили. А вот Саргераса, огромного Титана, которого мы впервые, наконец, увидели. Падший Титан, который горел идей уничтожить заражённый Азерот. Ну, по его мнению, это заражённый. Да и все души Титанов тоже. Поэтому он, в общем-то, ходил, крушил все планетки налево-направо. Который смог уложить Титанов на колени, его так просто сливают. Причём, обратите внимание на то, каких он размеров. Буквально, даже можно, если подумать, он больше, чем сама планета. Странно, что вот он, держась за этот шарик, как-то не двигает его, что ли. А уж такая вещь, никакого воздействия на планету вообще не оказывается в принципе. Ну, разве что это вызывает рану Азерота, из-за которого теперь просто дрогает кровью. Силитус, силитус. И альянсы Орда такие решили, чё б не подобывать от ударесов, не начать войнушку из-за этого, и так далее, и тому подобное. Да-да, именно так. Ещё один нелогичный ход. Только мы вот боролись с Легионом, едва как сумели их одолеть, ну, если считать по логике сюжета, и мы вновь начинаем новую войнушку. Даже ещё толком-то не отойдя от последствий разрушения Легиона, и даже того меча, который был вонзён прямиком силитус. Единственный адекват, который там попадается, это Кадгар, который говорит, что вы совсем все там с ума посходили, в общем, я не буду в этой войне участвовать, я буду искать способы излечить эту рану. Уверен, они, конечно же, найдут способ излечить, но вопрос в том, насколько сильно помешает конфликт Альянса и Орды в излечении этой раны. Иначе, по сути, как он и сказал, они действительно правы. Война с этим бывающим Легионом, всё это было заря. Другой вопрос в том, что это никак пока что не отразилось на всём Азероте. Надеюсь, что в следующем дополнении хотя бы внешне немножко все зоны поменяются, особенно Калимдор, по мне, должен измениться. Не знаю, растения там, видать, должны всё желтеть. Ну, то есть, показывать то, что реально Азерот умирает, а не то, что в нём торчит какой-то меч, и из него можно дополнительных ресурсов добывать. На, не забывайте, как гласил мудрый громаж, это же гора древесины. Только это не гора древесины, а гора железа. Ребят, разберите в этот меч на кучку железа. У меня только что гениальная мысль возникла. А почему никто этот меч просто на части не разберёт? Алё, это же такая куча ресурсов. Вы богатые будете, шо капец. А пока вы будете этот меч оттуда убирать, придумают, как избавиться от раны. И вылечат Азерот. Это же гениально. И хватит всем, и работать будете вместе, и воевать не нужно за это. Но нет. Нафиг всё это, мы будем кровь застывшую добывать. Это же так логично. Это же так правильно. В общем, моё мнение, Легион слили очень просто, и он себя не показал. Особенно очень важный персонаж этой вселенной, Саргирас. Его тоже как-то очень легко слили. Сомневаюсь, что даже мощи Ледана хватило бы, чтобы побороть Саргирас. Уж в одиночку-то тем более. Может, ему подмогли все эти титаны, которые там имелись, или кто они там. Но всё равно. Саргирас показал себя здесь довольно гигантских космических масштабов соплёй. Ничего он толком сделать не смог. Хотя, вполне себе, мог бы. И мог бы гораздо больше. Почему он раньше, вот вопрос, не пошёл, не воткнул меч в Азерот? Почему раньше этого не сделал? Почему? Естественно, я выполнил уже цепочку в Силитусе. И не сказал бы тоже, что я её доволен. Она довольно короткая. Там есть ролик, естественно, эпилог. И в отличие от гордого Альянса, который радуется за эту победу, ордынцы скромные. Просто за столиком, немножко бухают. А в итоге Голливикс уже, так сказать, прибрал дело к себе в руки. И заставил гоблинов добывать новый ресурс. А вот Альянс, Альянс просто где-то в сторонке сидит. И даже не смотрю на то, что Альянс не знает. Альянс знает. Да ещё как знает, прекрасно. И странно, что даже вот с учётом того, что знают, каких-то реально значимых мер никто не принимает. Просто дохнут агенты ШРУ, со стороны Альянса дохнут добытчики гоблинов. В общем, это точно намёк на конфликт. И в дальнейшем наверняка мы узнаем, почему Тельдрасил сгорел и почему Вардерон пал. Ну, точнее, кто первым эту войну начал. вопрос неинтересно. Ведь это, по сути, вопрос жизни и смерти для многих игроков, любящих свои фракционные сосатные войны. Да и, в принципе, мне интересно. Потому что ни там, ни там логики как бы мало. Если первую войну начала Сильвана, то это довольно глупый поступок. Зачем ей мстить ночным эльфам? Что они ей сделали? Прежде всего, я бы отомстил, наверное, людям, которые свысока, можно сказать, смотрели на тех же высших эльфов. Особенно, когда им реально была нужна помощь. Впрочем, по мне, эльфы никогда толком не дружили с людьми, но это самая заманчивая как бы цель, которую можно было бы уничтожить, по которой можно было бы и ударить. Но в Штормград, конечно, братья, опасное дело. Впрочем, я сомневаюсь, что Тель-Драсил легко, так легко взять. Неужели никто сопротивления не оказал там? Неужели никто их достойно не встретил? Вопрос в этом. Если же первым ударили на Вардерон, то вопрос в том, какого хрена Андуин? Неужели тебя Седогриф на это подговорил? Какие ваши мотивы? Почему? Если первый Сильвана, то понятно, что они пойдут в ответку. Здесь вопросов нет, но если первые они, я не понимаю, почему так. Наверняка все склоняются к тому, что это Сильвана, шкура долбанная, но я сомневаюсь, что хоть она и шкура, но все-таки с мозгами. Хотя бы немножко извилинок у нее есть. Я надеюсь, что она не разочарует как персонаж в следующем дополнении. Впрочем, надеюсь, что Андуин наконец покажет, что он мужик, а не мальчишка прист, и мы от него увидим какие-нибудь очень логичные тактические решения, чтобы он вечно не сушил своего дядю Седогрива. А то он там, по сути, всем изоправляет и всегда при необходимости может обвинить во всем Сильванку, учитывая, что теперь она вождь Орды, а следовательно еще больше повод для мести. Но есть такое мнение, что люди просто склоняются к тому, что Сильвана хочет мстить, мстить и мстить. Впрочем, я действительно не знаю, кроме людей, кому ей еще можно мстить. Да и люди такого не заслуживают. В общем, в любом случае, в следующем дополнении мы лишимся локации со стороны Орды и со стороны Альянса. И, по сути, Калимдор будет больше во власти Орды, Восточное Королевство будет больше во власти Альянса и много чего там будет основано на захвате территории. Но, по мне, так это может быть очень тонкий темный ход древних богов, ведь у них есть очень хорошая способность путать и мешать мысли обычных смертных. Вполне себе, после этой раны в силе то есть они могли активироваться как следует и пару нехороших мыслей подбросить в головы тем же лидерам фракции. Кто знает, я уверен, я уверен до последнего, что Близзард очень хорошо скрывает эту завесу тайны. Ну как, тут не сложно догадаться, что они скрывают, просто не все об этом думают, что по мне так странно и непонятно. Но, лично я считаю, что по крайней мере в конце нас ждет тот поворот, который раскроет причины всех этих конфликтов и почему же все-таки Альянс и Орда между собой решили вновь враждовать. Возможно, они и наконец помирятся. Возможно, нет. Жду ли я батл в Азерот? Ну, да, в принципе, там много интересных особенностей есть. В этот раз уже не глобально так, это не Легион и все-таки здесь нам предстоит набирать себе союзников для того, чтобы воевать. Поэтому новые союзные расы откроются. В 7-3-5 уже должно, по идее, появиться 4 союзные расы. Несомненно, я думаю, за них сыграть. Мне интересно. Мне сейчас осталось только репутацию двух фракций докачать. И вообще в будущем я могу не париться о том, чтобы, по крайней мере, на старте кому-то открывать расы. Ну, естественно, в дальнейшем планируется еще больше добавить. Раз добавить, 4 сейчас, плюс 2 на старте БФА, и дальше еще больше, и больше, и больше, и больше. Вот и все. По сути, мне показалось, что сюжет не такой уж интересный. Легион показали как-то с очень слабой стороны. Да, конкретно локально изучать все локации, конечно, довольно забавно, довольно интересно. ты познаешь лор, который там есть, узнаешь о фракциях, которые там воюют, истории этих мест, но конкретно с Легионом, мне кажется, ему очень мало влияет. Во-первых, внимание уделено, да, конец дополнения, несомненно, война с ним. Во-вторых, конечно же, его показали с очень-очень слабой стороны. Он мог быть сильнее, он мог оказывать гораздо больше давление, и мы все-таки могли понести более значимые потери, но мы потеряли всего-то ничего от Тириона, Вариана, да и в принципе все. Ну, или да, он еще остался строжить Саргераса. Как-то так. Это лично мое мнение, думаю, 7 из 10 это не больше, что заслуживает, в общем-то, на данный момент это дополнение. Я буду с нетерпением ждать союзных рас, обязательно сыграю в них, но серии с ними, конечно, выйдут далеко не скоро, хотя, кто его знает, это все-таки дополнительные расы, отдельный сюжет, их можно выпустить и параллельно с тем, что сейчас у меня на канале появляется. Да, серии очень старые, и материалов ролика просто огромные тонны часов, и все это надо будет как-то смонтировать и желательно уложиться в срок до выхода БФА. Надеюсь, что все-таки я увожусь. Что ж, это был вот такой здоровый информативный ролик, обзор, итог, резюме, называйте как хотите, но лично это мое мнение. Буду рад слушать ваше мнение и ответить на все вопросы, которые я здесь задал. В общем, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Я давно хотел этот ролик снять и уже давно готовился мысленно. Да, не более. В общем-то, я его сделал. В общем, с вами был ВВП. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok